Сегодня я хочу сказать послание, и Господь дал мне его в сердце, потому что я верю, что все, кто смотрит нас сейчас, и все, кто находится здесь, и что в последнее время Бог будет поднимать людей и действовать через них очень сильно. И их будет очень много. То есть служение сверхъестественного, служение чудес, оно очень сильно распространится. И очень много людей уверуют благодаря чудесам и знамениям, которые будут действовать через людей. И поэтому я бы хотел сегодня сказать послание, которое называется так «Секрет долгосрочного служения». Вы знаете, что в служении, вообще в долгосрочном, что такое долгосрочное служение? Это когда ты начинаешь и заканчиваешь хорошо. Ну то есть ты начинаешь хорошо, ты идешь, и потом в конце, ты, как сказал апостол Павел, веру сохранил, волю Божью исполнил и отправился домой. Это долгосрочное служение. Это когда ты в конце остаешься победителем, или когда ты можешь исполнить все. И, к сожалению, вот я 12 лет уже как в служении, я видел очень много людей, которых Бог поднимал и через них очень сильно действовал. Но они потом просто из-за падений не могли восстановиться в прежнее состояние. Они не могли восстановиться в служении, потому что это очень сильный удар по авторитету, знаете, духовному. И в целом по авторитету. И поэтому этим людям потом очень сложно восстановиться. Если еще падение такое, знаете, серьезное, то есть если ты был на какой-то высоте, и ты упал с этой высоты, то туда потом очень сложно взойти, то есть очень сложно. И поэтому Господь дал мне, положил сердце сегодня говорить именно о долгосрочном служении и о секрете долгосрочного служения, потому что для Бога имеет значение не наше служение, а наша душа. Потому что душа для Бога намного важнее, чем наше служение. Если мы ничего не сделаем здесь, но при этом наша душа, она будет близка к Богу, она будет спасена, для Бога это намного важнее. Вы помните, в Евангелии от Луки есть такое место, когда Иисус отправил 70 учеников. И Он дал им власть исцелять, освобождать. И потом они вернулись, я хочу это прочитать, и 70 учеников возвратились к Иисусу радостные, ну счастливые, знаете, вот у них служение пошло. И они говорят, Господи, даже демоны подчиняются нам, когда мы приказываем им Твоим именем. Вот они говорят, даже демоны, представляете, вот как вот Бог через них, они такие были радостные. А вот Иисус им говорит, вот я дал вам власть наступать без вреда для вас на змей и скорпионов и преодолевать всю силу врага, всю силу врага. Но радуйтесь не этому. Радуйтесь не тому, что духи вам подчиняются, а тому, что ваши имена записаны на небесах. Для Иисуса душа намного важнее нашего служения, намного важнее нашего успеха. И он говорит, не этому радуйтесь, это нормально. То есть для христиан это нормально. Но радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. И для тех людей, у которых нет причин радости, для радости я хочу сказать, что причина есть. Наши имена записаны в книге жизни. Просто нам сегодня кажется, что нет причин для радости, потому что у нас там кредиты, что-то там не ладится, не важно. Там болезнь, не важно. Нам кажется, нет причин для радости. Но если абстрагироваться от этого и посмотреть в перспективу нашей жизни, то все, когда это закончится, представьте, мы придем на небо, вдохнем этот воздух и вечно будем счастливы. Вау. Представьте, вечно ты наслаждаешься Господом, Его присутствием, купаешься в водичке в христианской, ну в доброй. Ну как, в общем, мы все радуемся там, потому что там наши имена записаны в книге жизни. И это прекрасно, это стоит больше всего. Поэтому апостол описал, что наши испытания, трудности, они краткосрочны, то есть по сравнению с вечностью. Все скоро закончится, но не об этом. Ну это причина для нашей радости. Это то, что наши имена записаны в книге жизни. Подумайте об этом, кто грустит. Но мы говорим о долгосрочном служении. Так вот, Иисус говорит, что не является, мы не должны радоваться именно только этому. Это хорошо, мы, конечно, мы очень рады за людей, которые исцеляются, которые освобождаются, которых Бог поднимает. Это очень здорово, что Бог, Его сила действует. Но если мы смещаем свой фокус с нашей души, а конкретно с отношений с Богом на служение, то мы можем просто идти и впоследствии выгореть и где-то сломаться и упасть. И поэтому Иисус, несмотря на всю загруженность, находил время, чтобы быть в синхронизации с Богом, чтобы Он был в единстве с Ним, через отношения с Ним. Потому что душа важнее служения. Скажите, душа важнее служения? Есть одна вещь, которую Иисус сказал по поводу того, что нужно делать, чтобы наше служение было долгосрочным и чтобы мы впоследствии не проиграли. В Матфея 7 главе, после Нагорной проповеди, в конце он сказал следующие слова. В 24 стихе. Теперь очень важно. И падение его было великим. Здесь говорится о двух типах людей. Люди, которые строили на камне и люди, которые строили на песке. Они оба строили. То есть они воздвигали свой дом. Не важно, что это. Служение, свою жизнь. Они воздвигали на разных основаниях. И потом пошел дождь. Подули ветры. Мы понимаем, что это аллегория, которая может отнести к испытаниям, к трудностям жизни. К дню злому. Не важно. То есть подули ветры. Пошел дождь. И вот сказано, что когда ты воздвиг свой дом, он очень высоко. И потом он упал. И его падение было великим. И, к сожалению, мы видели такие падения. Вот, по крайней мере, я думаю, что те, кто здесь находится, вы можете вспомнить хотя бы один случай, когда дом великих, он падал. И падение его было таким великим, что воздвигнуть заново было сложно. Но есть еще другой тип людей. Это тип людей, которые не могут достроить свой дом. Знаете? То есть они строят и каждый раз строят на песке. И каждый раз дуют ветры. И он всегда падает. Это напоминает мне историю, когда я был маленький. Мы играли с моими друзьями в песочнице. И я пытался строить дом, а они каждый раз его рушили. И я каждый раз его снова строил. Они подбегали и снова его рушили. И меня это так злило, что в итоге я вообще оставил эту идею, забросил ее. Но вот так похоже, знаете, с некоторыми верующими людьми. Они строят дом, но из-за того, что они строят не на том основании, приходят трудности, и их дом сносят. И они опять встают и начинают опять что-то делать, и опять все происходит. Поэтому Иисус сказал, что очень важно строить дом на камне. Что такое камень? Камень – это основание, о котором говорил Иисус. Как строить на камне? Здесь есть две вещи. Вещь номер один. Он сказал, что те, кто слушает мои слова, и те, и те люди слушали слова, которые говорил Иисус. То, что написано в Слове Божьем. Когда мы слушаем, мы должны... Чтобы построить дом на основании хорошем, первое – это важно знать, что Бог говорит. В нашу жизнь. Очень важно знать Писание, изучать Писание. И очень важно иметь близость с Богом, чтобы слышать Его голос в нашу жизнь. И вторая вещь – это исполнять то, что Он говорит. Проблема как раз второго типа людей, который строил на песке, заключается в том, что Он знает всю теологию о Боге. Он знает все учения. Вот может проповедовать очень много обо всем. Но не исполняет то, что написано в Слове Божьем. Именно поэтому Его основание плохое. Потому что, когда приходит день злой, то люди, которые исполняют Слово Божье, которые тверды в принципах, они остаются. Они непоколебимы. Но люди, которые просто относятся к этому с легкостью, они позволяют себе какие-то компромиссы. Результатом этого становится падение. Поэтому две вещи для того, чтобы построить дом на хорошем основании, важно знать Слово Божье. И второе – важно исполнять то, что говорит Слово Божье в нашу жизнь. Постоянно воспроизводить в себе привычки, которые описаны в Слове Божьем. Постоянно вникать в Слово Божье. Вникать в то, что там говорится и исполнять это. Делать это частью своей жизни, частью своего характера. Потому что это сохранит нас. Когда наш характер построен, когда мы выстроили свой характер, основываясь на Слово Божье, тогда трудности, которые приходят в нашу жизнь, мы можем легко их побеждать. Потому что у нас есть твердое основание. И это основание Слова Божье, на котором мы строим свой дом. Но теперь есть еще кое-что очень важное. Когда мы строим свой дом, то я считаю, что одна из самых важных вещей для нас, как для людей Божьих, которые крещены Святым Духом, является способность ходить в Святом Духе. То есть способность близко слышать Его голос. Способность понимать Его. Способность говорить с Ним. И способность прислушиваться к Нему. В Галатам есть такое место, которое мне нравится, в 5 главе, где сказано, я говорю вам, живите по духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы. Потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию духа. А дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. Они постоянно выступают друг против друга, и в итоге вы не делаете того, что хотели бы делать. Здесь апостол Павел говорит следующее. Живите по духу, и тогда вы не будете исполнять желания греховной плоти. Секрет очень прост. Для того, чтобы не грешить, очень важно жить по духу, или жить в духе. Для того, чтобы не упасть, очень важно постоянно ходить в Слове Божьем и в духе. Постоянно ходить в этом. Но как это делать? Как постоянно ходить в духе? Многие люди думают, что ходить в духе это перемещаться, ну, знаете, с места, ну, одного места в другое. С метро Бересейска на Бориспольскую в лес. Просто вот так вот. Или телепортироваться. Но нет, это не все. Ну, то есть не только это. Это тоже возможно. Но не только это. Потому что здесь апостол Павел говорит, что жизнь по духу, это когда мы стремимся исполнять то, что хочет дух. И отвергаем то, что хочет наша греховная природа. Когда мы ходим, ходить в духе, это обозначает каждый день прислушиваться к тому, что говорит в нашу жизнь Святой Дух. Постоянно у Него спрашивать, иметь постоянную коммуникацию с Ним. Когда мы просыпаемся утром, Дух Святой, что бы ты сейчас хотел? Вот прямо сейчас. И ты слышишь в своем духе, помолись. Или обними свою жену. Ну, как-то так, да? Или что еще там? Выпей кофе. А нет, это уже может быть и не дух. Нет, ну что-то еще. Он говорит в наше сердце. И есть греховная природа. Мы просыпаемся, и что мы слышим там? Та еще поспи. Что еще может быть? Ну, в общем, есть разница. Так вот, когда мы прислушиваемся к тому, что говорит нам Дух, и исполняем это, мы утверждаемся в нем. То есть наш дух становится сильнее, благодаря тому, что мы постоянно исполняем, мы приучаем себя прислушиваться и ходить в духе. Когда мы, после служения закончится, и каждый может спросить, Дух Святой, вот что бы ты хотел, чтобы я сделал после служения? Вот что сделать? И ты можешь услышать там, придешь домой, закросься в комнате, помолись. Или что-нибудь еще. Ну, ты поймешь, что это говорит тебе Дух Святой, потому что его желания, они соответствуют Слову Божьему. Но греховная природа будет говорить тебе другие вещи, которые будут отдалять тебя от Бога, которые будут отдалять тебя от Его присутствия. И поэтому, когда ты поступаешь по греховной природе, то есть ты действуешь с тем, что хочет твоя плоть, результатом этого становится падение или становится разрушение. Потому что там дальше сказано, что те, кто идут на поводу греховной природы, попадают в... То есть конец этого разрушения. Но те, кто живут по духу, концом этого является победа, то есть является жизнь вечная. Поэтому для того, чтобы ходить в духе и сохраниться в день злой, очень важно постоянно иметь коммуникацию с Богом. Я уже рассказывал эту историю, но мне очень нравится пример пророка Тиби Джошуа, потому что когда я смотрел на его жизнь, ну, как на его жизнь, когда я был там в Лагосе, то я присматривался просто к тому, что он делает. Он постоянно находится в молитвенном состоянии, то есть он постоянно идет, и он постоянно молится, либо у него на устах, он что-то так делает, либо он молится в духе, он сам об этом говорит. Он постоянно находится в коммуникации с Богом. И это, по сути, является привычкой. То есть ты привыкаешь, ты приучаешь себя постоянно задавать Богу вопросы. Ты едешь в метро, и ты не просто думаешь ни о чем, а ты думаешь вместе с ним. Дух, что-то платить за коммуналку. Не, не, не. Типа, о, спасибо тебе, что я заплачу за коммуналку. У меня нет денег сейчас, но благодарю тебя. Или же вот такая может быть мысль. Где взять эти деньги на коммуналку? Я не знаю даже, что делать вообще. Может, за день денег. Кредит, кредит. У меня есть кредит, уже 10 кредитов. То есть вот такие, знаете, мысль. Но то, что находится, то, как мы себя приучаем ежедневно ходить с Богом в любой мелочи, в повседневной жизни определяет, ходим мы в духе или нет. И этому себя можно приучить. И когда мы умеем находиться в духе, когда мы ходим в духе, тогда мы позволяем Богу чаще говорить к нам, больше говорить к нам, говорить в нашей ситуации, в нашей жизни. Потому что, если у нас нет привычки регулярно общаться с Богом, то у нас нет, знаете, то есть Богу сложно к нам проговорить. Потому что у нас просто повседневно, мы даже об этом и не задумываемся, что мы можем общаться с Богом постоянно на протяжении всего нашего дня относительно всех сфер нашей жизни. Мы можем иметь коммуникацию с Богом. И я заканчиваю на этом. И мы совершим молитву вот об этом, о том, чтобы мы сохранили свое служение и свою жизнь. Я хочу закончить вот чем, что у Бога всегда есть что-то большее для каждого из нас. И если мы хотим дойти до конца, то есть пронести служение и дойти до конца, потому что по мере нашего хождения с Богом Бог будет поднимать нас. Потому что это его план, это его воля. Написано, что он хочет, чтобы его сын был прославлен. Поэтому он будет поднимать людей. Тех, кто прославляет его сына. Библия говорит, что Бог прославит этих людей. Ну, не просто типа, чтобы нам хлопали, а он сделает нас известными для того, чтобы мы могли прославлять его сына. И поэтому по мере этого, как мы будем ходить с Богом, как мы будем возрастать в этом, Бог будет поднимать нас. Он будет вести нас все дальше и дальше, и выше, и выше. Чтобы мы становились действительно вот этой свечой, знаете, которая будет светить всему городу. Он будет поднимать нас. И вот очень важно, его задача — это поднимать нас. Наша задача — это сохранить себя. И вот чем выше Бог нас поднимает, тем больше нам будет требоваться смирения, тем больше нам будет требоваться любви к Богу, К тому, чтобы быть в его принципах В праведности Потому что когда мы Пока человек Он просто приходит в церковь И к нему привыкли Он ходит, падает, встает Падает, встает, падает Человеку относится Просто он в процессе освящения Это его вопросы с Богом Но когда человека Бог поднимает И вот на этой высоте Он забывает Божьи принципы Вот знаете, как Соломон У него была вся мудрость Он был самым мудрым человеком Но мудрость не сохранила его от падения Потому что знать Слово Божье Недостаточно Важно и исполнять то, что оно говорит И вот здесь, когда человек падает Вот с этой высоты Вот тогда все люди, все общество И все начали Очень сложно потом, правда, очень сложно подняться И я не говорю это, чтобы ввести кого-то в депрессию Или нагнать страха Я говорю это вот что К чему К тому, что для Иисуса важнее всего Наша душа Именно поэтому апостол Павел сказал Тимофею Что вникай в себя и в учения Постоянно анализируй себя Постоянно смотри за тем, как ты идешь Как ты служишь Как ты живешь Чтобы те, кто слушал тебя Были спасены И ты был спасен И это имеет значение Бог будет действовать через нас Однозначно Он хочет это делать Он будет это делать Но пусть это слово будет Как напустим для каждого из нас На всю нашу жизнь Что очень важно постоянно Смотреть за своим основанием И сохраняться Ну то есть Сохраняться в отношениях с Богом Аминь Я хочу помолиться Отец, я молюсь сейчас За каждого из нас За себя За всех, кто смотрит нас За всех, кто здесь находится Мы молимся все вместе И мы просим тебя Сохрани нас от всякого зла И помоги нам строить На правильном основании Свою жизнь Своё служение Всё, что у нас есть Помоги нам строить На правильном основании На твоём слове И помоги нам ежедневно Ходить в духе Прислушиваться к тому Что говорит твой дух В нашу жизнь Учиться этому И ходить в этом И находиться в этом, Господь Мы просим тебя Во имя Иисуса Христа И мы благодарим тебя Что ты всегда с нами Ты защитишь нас От всякого зла Поможешь нам Потому что У тебя для всех нас Есть большие планы У тебя есть Служение для нас Ты через нас Так много уже сделал И людей исцелилось И освободилось много людей И спаслось много людей Но Помоги нам всегда помнить Что для тебя важно Чтобы наша душа Она всегда Она была спасена И чтобы мы были вместе И поэтому я молюсь Обо всех людях Которые сегодня Оставили свои тайные комнаты Я прошу тебя Чтобы ты Вернул в их жизнь Страсть Чтобы ты Вернул в их жизни Любовь К тебе К твоему слову Я молюсь о всех людях Которые Опустили свои руки Потому что они упали И им сложно подниматься Я прошу тебя Вдохнови этих людей Потому что Ты Прощающий Бог Я прошу тебя Чтобы ты вдохновил Этих людей Своим духом Чтобы ты Напомнил им о том Кто они есть Напомнил им о том Что ты Их отец Что ты Все еще Хочешь Чтобы их душа Была спасена И все еще Хочешь могущественно Проявляться Через их жизнь Я молюсь О том Чтобы всякая ложь Дьявола Была разрушена Во имя Иисуса Христа В сердцах И умах Моих братьев И сестер Прямо сейчас Ложь Относительно Будущего Ложь Относительно Близости с тобой Относительно Твоего отношения К ним Я молюсь О том Чтобы всякая ложь Была разрушена Во имя Иисуса Христа Пусть Придет Твои мысли Пусть Придет Твое Слово В их жизни Во имя Иисуса Прямо сейчас Прямо сейчас Прямо сейчас Я благословляю Всех этих людей Благодарю тебя Что ты Увещеваешь нас Поддерживаешь Поддерживаешь нас И хранишь нас От всякого зла Спасибо Господь И я хочу Обратиться сейчас К людям Знаете Которые Ну то есть Вышли И потом Ну как бы упали И кажется Что все Есть очень Очень важная вещь Когда ломали Мой дом Песочный Я его заново строил Это принцип Это принцип То есть Пока мы дышим Мы можем Заново строить Пока у нас есть Дыхание Жизнь Вот здесь Иисус Хочет чтобы мы Даже если наш дом Упал Мы его можем Обратно строить Только строить уже На правильном основании Поэтому Если вы подверглись Падению И у вас Опустились Руки То вот слово Возьмите И стройте Заново Потому что Бог не оставляет Нас И он не оставляет Призвания Он не оставляет Он как бы Не отбрасывает Нас Потому что Строить Это Наша Ответственность Строить Это Наша Ответственность И вот Бог смотрит Просто на нашу Ответственность Смотрите У Бога есть планы У Него есть цели У Него есть Миссия Для нас Она здесь А есть мы Мы здесь И Бог Дает нам Миссию Цели И планы И говорит Держи И мы Беря это Как инструмент Начинаем Строить Но вот Основание На котором Мы строим Мы выбираем Сами И когда Это падает Бог все еще Остается С этими целями Миссией И планами И он говорит Ну давай Будем продолжать Будем продолжать Строить Или ты уже все Или ты сдался И если мы говорим Богу Да Я буду продолжать То Бог говорит Держи еще Своего рода Кирпичи В виде Миссии Целей И планов И мы заново Можем взять Это и заново Строить И если это падает Бог все еще С нами И он все еще Ну что Давай может быть Подумаешь Об основании Может быть Ты что-то Изменишь Здесь И ты говоришь Да Окей Давай я буду На другом Основании Строить И ты снова Строишь Но Бог Все еще Здесь с тобой И даже если Здесь это падает Бог все еще Рядом Потому что Он говорит Ну давай Может быть Еще Как-то Попробуешь Бог не Оставляет Нас У него есть весь материал, а мы должны выбрать основание, на котором мы будем с вами строить. О, Иисус, спасибо за Твою благодать и милость к нам. Спасибо. Давайте прославим Господа. Спасибо, Иисус. Ты любящий и Ты милующий. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо. Спасибо.